Здравствуйте, это программа «Мнение» в студии Грёзеров, и я приветствую директора еженедельника номер один Оксану Саженову. С ней мы будем сегодня свежие новости обсуждать. Оксана, добрый день. Добрый день. Давай начнём с приговора экс-руководителю Комитета по управлению имуществом городского администрации Улан-Удэ Анастасии Кузовлевой. Громкое дело было, по-моему, там три взятки ей вменили. Да, в том числе особо крупно. Да, посидел человек в СИЗО, в апреле вышел, там, видимо, было сотрудничество со следствием, деятельное раскаяние, и приговор в итоге звучит так, 6 лет колонии и штраф в 4 миллиона рублей, но от срочка до достижения ребёнка возраста. В одной версии писали 18 лет, потом большинство СМИ стало писать 14 лет, и по некоторым данным ребёнку, вот, младшему, 10 лет, то есть на 4 года от срочки. Ещё непонятно, какого рода колония, да, но обычно, когда колония-поселение, тоже сразу пишут, мне кажется, это, наверное, общий режим. Ну, наверняка вы, как номер один, вот, следили за этой историей, как оцениваешь приговор? Да, за этой историей все следили, я думаю, ну, как я могу его оценивать? Я могу только сравнивать, например, этот приговор, он такой пожёстче, чем приговор по сиротским домикам, допустим, да, в отношении, если мы говорим в отношении чиновников. Опять же, это сравнение дилетантское, различные юридические нюансы, которые учитывают при вынесении приговора, они тоже имеют значение. Конечно, надо разбираться детально, да. Да, и то, что нам снаружи может казаться слишком строгим или слишком мягким, на деле оно вполне с юридической точки зрения достаточно адекватное, да, может быть. А по поводу всей истории, ну, есть, конечно, такое ожидание внутреннее, что это не точка, что это начало чего-то другого, да, потому что Анастасию связывают с такой, погубное слово сейчас произнес, вот такой вот чиновничий клан такой был, да, предыдущей городской власти. И когда ее в апреле, в апреле, по-моему, да, ее выпустили, да, и уже тогда сразу стали говорить о том, что он, Анастасия, сотрудничает со следствием, а что означает сотрудничество со следствием, это означает, что она назвала какие-то дополнительные имена, которые, возможно, мы очень скоро услышим. Но вот пока еще не услышали, услышим или нет, тоже гадание на кофейной гуще, это знают только следователи. Но история Анастасии, наверное, завершится, скорее всего, вероятно, амнистией, это тоже достаточно легко предсказуемо. Есть такие версии, я тоже разговаривал со знающими людьми, они говорят, какому-нибудь там, может быть, 80-летию победы, да, 25-й год тут будет как раз, может быть, что-то такое произойдет, ну, да. А вот штраф же не амнистируется, только срок, поэтому 4 миллиона, по нынешним меркам такая однокомнатная квартира вполне уйдет государству. Раньше и 2-х и 3-х комнат, да, такие деньги стоило, сейчас все изменилось. Ну, раньше штрафы, наверное, были бы поменьше, получается, там же кратность, что-то еще. Возможно, да, в зависимости от размера взяток, да. Ну, будем за этой историей следить, на самом деле громкое дело, и вот то, что ты озвучила, то, что это не конец, вполне возможно. Абсолютно нет, конечно же, да, и вот это ожидание, оно сейчас у всех как такая интрига над всеми нависла, и я думаю, что что-то мы все равно узнаем, услышим. – Оксана Саженова, программа «Мнение», президент России Владимир Путин подписал на днях какое-то сумасшедшее количество законов. – 100, больше 100. – Больше 100, да, все они опубликованы, и вот на некоторые, так, СМИ больше обращают внимание, значит, вот о чем идет речь, подписан закон, ужесточающий наказание за незаконный выброс мусора из автомобиля, с возможностью конфискации транспорта, и, значит, вот штраф до 200 тысяч рублей. – Да классный закон, только кто их сдаст? Белки? – А? – Белки? – Ну, кто? Авторегистраторы, например, сзади идущие машины, которые… – Ну, они не выбрасывают это на дороге, это очень редкий случай, когда выбрасывается мусор на дороге или еще что-то. – Вот я на светофорах сплошь и рядом вижу, когда окурки выбрасывают. – А, ты имеешь в виду окурок, пакетик, да, но я смотрю на это, чуть более глобально, конечно, там за это получат штраф, но меня беспокоят больше вот эти вот кучки в лесах, в лесочках, в заимочках, когда машина едет на полигон, не доезжая там, да что говорить, не доезжая, буквально доезжая до первого лесочка, заезжают, скидывают этот мусор, выезжают и все, дело сделано. Вот кто за ними уследит, как их поймать, как их увидеть, потому что брошенный стакан пластиковый из окна окурок или еще что-то, с этим, в принципе, люди постепенно к этому привыкают, что нельзя и некрасиво, да, это делать, и сейчас я… – Далеко не все, ну, хотя, возможно, да. – Нет, постепенно меньше, меньше, меньше становится, все равно как-то общество немножечко привыкает, я стала реже видеть такое, и здесь, да, здесь регистратор любой поймает, и проблем нет, но даже брошенный этот окурок и стакан, ну, он все равно там уберется, да, есть надежда, что его уберут с улиц, а вот эти кучи строительных… – Ну, тоже не санкционированные свалки же, тоже ликвидируют активно. – Да ладно, в лесах? – Да, да, вот по городу, где… – Ты не в тех лесах ходишь, я не по городу говорю, я говорю, что вот ты заезжаешь в лес в прошлом году за грибами, заходим, их на помойки собирать, что ли, одна куча строительный мусор, мы буквально в прошлом году с семьей вышли на целую свалку, вот прямо целая свалка, ее даже не уберешь, она явно не санкционированная, она многолетняя, и один, я, ладно, не буду подбирать нехорошие слова, один нехороший человек вывалил это все из машины, да, из своего даже прицепа. Второй едет по этой дороге лесу, видит, что кучка, но он же цивилизованный человек, он же не будет где-то там снова выбрасывать, нет, он к этой кучечке тоже вывалит мусор, и третий также, остальные у нас все вот люди умные, и никто почему-то не задумывается, что в принципе нельзя сюда валить, и вот кто вот этих вот людей будет ловить, да кто их белки сданут, классный закон, еще раз повторюсь. Я думаю, этот закон, вот вы видите, мы по-разному его понимаем, я-то вот именно воспринял это вот так вот. А у нас очень много, у нас огромное количество вот таких вот, не свалок, а вот этих вот вываленного мусора, да, и люди с Байкала едут, ну, загрузили, молодцы, там, мешок. Я видела, что выезжают на дорогу, берут этот мешок из машины и выставляют его на дороге, да, там собаки могут растащить, там, уборочная машина, когда она там еще поедет, этот мешок соберет, а мешок, он не плотный, он его там ветром там еще чем-то раздувает, все это разносится. Это какая-то вот такая вот безответственность, и когда вот такими вот объемами мусор вываливается, да, вот это вот одна из самых больших проблем. И закон еще раз, вот третий раз, повторюсь, классный, но как поймать? Ну, ты, кстати, сказала, что вот один вывалил, а второй уже думает, что все здесь официально, На свалочке с удовольствием. Нет, он даже вряд ли думает, что официально, он думает, ну, что же валить по всему лесу, ну, вот же лежит, надо вот сюда аккуратненько в эту же кучку свалить. Вот Тингис Болтов в нашей программе, который вот занимается плотно этими экологическими вопросами, мусором и так далее, вот он сказал, даже, говорит, даже какая-то добрая душа возьмет на Байкале, построит какой-то ящик дощатый, вот, что вроде валить, но без администрирования дальнейшего, да, кто это будет вывозить и все, говорит, и в итоге вроде благое дело, а заканчивается все равно переполнением несанкционированности. У любой вот этой вот мусорки, да, у любой площадки под мусор, у нее должен быть хозяин, обязательно должен быть, вот у нас большие споры тоже идут по поводу того, что в частном секторе вот этот эколен съездит и собирает мусор с каждого двора. И вот возмущение, да, и возмущение, что вот они зачем вот тратят деньги на бензин, ездят по дворам, собирают. Вопрос, что делать? Как что делать? Постройте вот площадку одну, да, и пусть туда люди идут мусор этот скидывать. Но никто почему-то не задумывается, типа в городе же стоят вот такие площадки, никто не задумывается, что в городе эта площадка стоит вот одна на четыре многоэтажки, на четыре многоэтажки, один дом в городе, это, ну, пять домов частного, да, частного сектора. Ну, я условно по площади. Условно больше, больше, наверное. По площади занимаемой по земле, да. А вот сколько живет там людей, если их всех разместить вот так по частному сектору, там… Километра три придется идти. В том-то и дело. Да, да, это первое. Второе, здесь есть управляющая компания, которая приходит, вот машина приехала, забрала, да, там что-то осталось, рассыпалось, управляющая компания пришла, подмела, убралась, там все чистенько. В частном секторе кто это делает? Будет график дежурства устанавливать, что там каждый дом будет приходить и убирать, потом там больше собак, очевидно, больше собак. И в частный сектор они просто ломанутся вот на эти вот помойки. И там явно будет хуже убираться. Еще коровы придут. И будет все это разбросано. И никто это убирать не будет. И мы снова себе нарастим огромную проблему. Поэтому здесь я скорее соглашусь с эколянцем, что они на самом деле ездят. Они снимают вот этим объездом, да, они снимают очень большой головняк у частного сектора. И на самом деле машина постепенно, я же вижу, как они собираются. Собираются стабильно два раза в неделю. Ну, я не знаю, как в других. У вас так, да? У нас так, да. Вторник и еще какой-то день. И машина едет медленно, и два человека. Они там сзади висят, на подножках стоят. Да, спрыгнул, схватил, закинул дальше. И все чисто, все вовремя. Нигде ничто не гниет, нигде ничто не разбросано, не валяется. И собакам нечего там вот приживляться, скажем так, да, ни к какому мусору. Вот. А на самом деле у каждой площадки, от чего мы стали это рассуждать, да, должен быть хозяин. На Байкале, там, в городе, я не знаю, если будет вот управляющая компания, какой-нибудь чистый Байкал, которая будет заниматься исключительно уборкой территории на Байкале, да, ну, было бы круто. Но, наверное, опять мы упираемся в законы, которые должны там как-то это регулировать. Там управляющая компания даже дома привязывает, а не берега к тебе или еще что-то, не знаю. Ну, по поводу вот этих контейнеров мусорных и площадок в частном секторе, и помимо перечисленных тобой проблем, да, еще одна проблема есть физически, где ее разместить. В том-то и дело, да. То есть, нету пространства, которое подальше от жилого сектора. Это улицы, даже пусть они широкие, вот ЖС распланировали нормально, это там не ДНТ. Тем не менее, никто не согласится, чтобы вот эта штука постоянно была... Потому что она просто, я извиняюсь, загниет, да. И на Байкале вот это вот большой контейнер, и чем он будет больше, тем дольше в нем будет скапливаться мусор, а туристы – это всегда продукты питания испорченные. И там такое начнется. Оксана, вот есть два подхода по большому счету в этом плане, да. Вот один вот условно российский, вот когда вот так это все пытается администрироваться там и так далее. И другой подход, ну вот я не знаю, может, в других странах это тоже есть, но Чингис Болтов приводил пример Японии, где на человека возложена ответственность за его мусор. То есть, у них есть специальные коробочки пластмассовые, они носят для курков, там, так далее, слегкают. То есть, урн нету, ты мусорообразователь, это твоя персональная ответственность, бросать на улицу ты не имеешь права штраф, урны для тебя не ставят, вот сам придумай, куда его девать, здесь должно быть чисто. Вот как ты считаешь, может быть, по этому пути нам надо пойти? Слушай, это тоже очень классная история, это здорово вообще, хорошее, но это уже можно назвать традицией, это же менталитет, это же не вот так мы сегодня утром проснулись, да, увидели сто подписанных президентом законов, и один из них, так, каждый отвечает за свой мусор, все сразу пошли к себе, положили пакетики в сумочки, да, и стали за собой все это собирать. Да нифига, не будет такого, у нас люди привыкли просто, я не про всех говорю, но я думаю, что со мной большинство согласится, что огромное число людей привыкли просто вот гадить под ноги, вот просто бросают. Была такая история у меня, вспомню, я часто рассказываю какие-то личные примеры, да, из личной жизни. Ребенок у меня еще в школе учился, сын, и он просто вот у него галочка такая стоит, вот не обижать природу, не разбрасывать мусор, и рассказывает, что пришел такой весь возмущенный в переживаниях домой. Мужчина его, взрослый, ну, он сказал дедушку, попросил дедушка, ну, это значит старше меня, а если старше меня, значит, это советского времени человек, да, свои тут аналитические такие сразу же заметочки в голове. Так вот, дедушка попросил его что-то сделать в телефоне, деревяшка, телефон, что-то СМС отправить, или что-то, в общем, там сделать, не мог разобраться, он остановился. Я, говорит, настраиваю телефон или время настроить, ну, неважно. Стою настраиваю, а дедушка что-то у него, а, он чек, у него был чек, он что-то там купил и бросил на землю. И я, говорит, настроил и сказал, вы чек уронили. Я, говорит, видел, что он его бросил и сказал, вы чек уронили. И дедушка говорит, да, он мне не нужен. И Сережа говорит, ну, вам его надо поднять, и урна вот рядышком, его нужно в урну бросить. Он, говорит, да зачем, бумага же. Он, говорит, нет, его нужно поднять и бросить в урну. Он стал настаивать. Он, говорит, да не буду я его поднимать. Ну, я, говорит, настроил, отдал, поднял этот чек и бросил в урну. Этот дедушка, говорит, и пошел домой. Этот дедушка за ним увязался. Это с конечной остановки было. И говорит, ты кто такой? Ты где учишься? Ну, он знает, что нельзя ничего говорить. Он, говорит, с чего ты привязался к этому чеку? Ну, видимо, да. Тут, конечно, сын. Собиловый парень, да. Я думаю, еще чем не было бы, если бы он молча вообще ничего не говоря ему, взял бы эту мошку молчую руку. Но в итоге чем? Они дошли до какого-то перекрестка, и этот дедушка остановился, сказал, ладно, меня зовут так-то. Руку ему пожал и говорит, обещаю, что теперь никогда не буду бросать. И разошлись все. И Сережа такой взбудораженный такой. Пришел, как так? Мама, ну, взрослый же человек. Я говорю, ну, во-первых, на одного меньше теперь. Он по-любому запомнил. А во-вторых, говорю, молодец, что не говоришь адрес, где живешь и где учишься. Это, кстати, тоже вот всем на замету напомните детям, чтобы никому не говорили ни при каких обстоятельствах. Да, и вот у нас люди, я говорю, что многие на молодое поколение... Через мусорный коллапс, через помойки и так далее. Ну, конечно, но это не вопрос одного года, двух. Ну, понятно, но когда-то начинать, то надо. Надо, конечно. Но вот мы уже сколько лет пытаемся разделить мусор, да? Даже баки покупали. Сколько лет пытаемся разделить мусор. Но люди у нас как думают? Да, я вот разделяю, я молодец. А за моим порогом там вот катись, оно все кубарем называется. Да, все равно все соберут в одну кучу. Люди не видят просто вот этого вот дальнейшего процесса. Они не видят смысла в том, что они сейчас стекло от пластика, да, там, от бумаги, все это разделяют. Но металл же вот не является таким страдальцем, потому что его сдают, все отработано. Так металл – это деньги, понимаешь? Металл – это деньги. Сейчас, кстати, и бумага стала деньгами. Но, опять же, не вся бумага, да? Там не фантики от конфет и не упаковки от коробок, да, а хотя бы, ну, вот такая вот офисная бумага. Это ребята вот каким-то утеплением занимаются, еще что-то постепенно, да. И я думаю, что если у нас будет внутри республики развиваться вот эта перерабатывающая промышленность, то есть переработка мусорная, то будет круто. У нас в мире Китай, я недавно поразилась, ну, как недавно, в прошлом году, я удивилась, что Китай скупает мусор. Они просто берут вот этот вот весь мусор с материков, покупают его и везут к себе. Что делают дальше? Перерабатывают. Они его вот кучей собирают и привозят к себе танкерами. Я просто вообще поразилась. Ну, то же самое в Дании происходит, вот это знаменитое, ну, там мусоросжигательный завод, он в центре города стоит, там очень мощные фильтры, ну, то есть дыма практически не видно там, вот, и тоже они импортируют мусор из соседних стран и отопление у них. Ну, да, может быть, интересная, конечно, история, но нам бы тут со своим дымом разобраться. А вообще, вот, была же история, какой-то предприниматель из пластика готов был делать плитку вот эту вот для... Ну, да, да, да. И почему-то это все заглохло, почему вот нет поддержки именно... Сырье бы ему не хватало такого мусорного. Я думаю, его в Бурятии вот огромное количество, просто нужно как-то было бы помочь, чтобы люди отделяли и куда-то вот контейнеры вот эти, да. У нас же стоят контейнеры для шин расставить, помочь ему там контейнеры для пластика, собирали бы. Ну, вот это, да, это важная история, почему на Западе, в Европе вот эти машинки есть такие вакуумные, втягивают эту бутылку, тебе там сколько-то евроцентов там за нее дают. Ну, критически важно, чтобы она на земле не повалялась, чтобы она была чистая и так далее, не подверженная влиянию Солнца и все остальное. Ну, вот, поэтому тут, я говорю, то, что из лесов уже, скорее всего, непонятно, что с ним бьет. Делать все это нужно, это нужно внедрять, но не стоит от этого ждать максимально быстрого результата. Да, это не одно поколение, чтобы люди ходили с коробочками и собирали мусор в эти коробочки, ну, три поколения должны вот прямо активно продвигать, внедрять, причем с самых яслей. У нас в обиходе в таком, да, в широком, не так давно. Конечно, конечно, причем с самых яслей, да, это все должно быть, уже постоянно говорят, этот микропластик в Байкале, океан вообще, океаны завалены пластиком, ну, окей, сейчас мы перейдем в Бурятии на бумагу, на бумажные пакеты, на бумажные стаканчики, тарелочки. Сейчас опять придут зеленые и скажут, из-за ваших тарелочек мы половину тайги поймем. Да, 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 там тоже вопросы к самой технологии производства вот этих вещей, тоже там все не так-то просто. Это как с аккумуляторами. Куда ни кинь, да, везде экологический клин. Да, это как с аккумуляторами. У нас машины на эти, электрички же их сейчас называют, да, вот эти вот. Не слышал. Не слышал, да, вот эти машины, которые, электромобили, да, их называют электрички. Так вот, электрички, это экологически безопасно, это здорово, они чистые, они едут, у них ход такой тихий, я ездил прекрасно, великолепно. А аккумулятор и упирается в то, что, а производство этих аккумуляторов, а утилизация этих аккумуляторов, в какой стране будет, лишь бы не в нашей. Вот, поэтому это тоже, как ты правильно сказал, везде это экологический клин, да. Но это не тупики, надо над этим работать, надо с этим что-то делать, а воспитывать вот эту экологическую культуру у людей нужно прямо с яслей, вот прямо с детского сада. Мы же дома приучаем детей, чтобы они фантик, который там бросили, да, они еще как-то привыкают, у меня дочь, там, три года, два года, да, она там что-то бросила, ее учишь, там, возьми, иди, выброси его. Ну, бросил ты мне дома, дома. Дома, дома, конфетку съела и бросила, ты бери фантик, иди выбрасывай в ветро, да, она вот ходит, сейчас она уже все с веником гуляет, там все собирает. Ну, мы же дома приучаем, почему на улице должно быть по-другому, почему? Ну, вот разделяем, потому что дома и, да. Потому что мы считаем, что за порогом уже не наши. И вот чужая, да, чужая, это чужая, здесь людям платят, чтобы они убирали. Я плачу налоги. Я плачу налоги, все такие прямо умные, да, если бы эти налоги раскидать на образование здравоохранения, одного человека, да, за его, кто у нас, ну, давай возьмем молодого, самого старого молодого, 35 лет, да, у нас пограничный. Вот его возьмем, все налоги, которые он заплатил, разделим на образование здравоохранения, сейчас мне опять скажут адвокаты власти, образование здравоохранения, уборки, там еще что-то, все вот эти вот истории, да, их на самом деле и не хватит, конечно же. Но я понимаю, что, да, государство обязано выполнять свои обязательства, да, у нас тоже есть права, но и обязательства тоже есть, и нужно их соблюдать, нужно как-то вместе это делать, а не сваливать все, что вот там, все потому, что вот это не моя территория. Когда мы начнем относиться к каждому участку у нас в городе, в республике как к своему, не как к собственности, это вот приехал, самоволка воткнул, да, а я имею в виду как свое хозяйственное, да, такое вот бережливое отношение, тогда у нас просто, ну, мы семимильными шагами пойдем вот к этому экологическому, в том числе к чистоте и к развитию. А здесь, ну, делать надо, но это будет долго. Ну, никто, никто, собственно, наверное, в этом плане не сомневается, что это все долго, но что-то происходит, и активисты появляются, и молодежь уже совсем по-другому. Ну, Чингис, они уже несколько лет, да, молодежь по-другому, у нас все кричат, молодежь, молодежь, да нифига, молодежь, как раз они в большей степени сейчас более экологично ориентированы. Если в среднем смотреть, то молодежь тоже разная бывает. Конечно, в среднем, конечно, в среднем, да. Оксана Саженова, программа «Мнение», Оксана, давай к выборной теме обратимся. Бурятия в числе, названа в числе пяти регионов, которые обеспечат видеонаблюдение и видеофиксацию на всех выборных участках. Ну, вот 11 сентября, единый день голосования имеется в виду. Значит, избирком у пять регионов Бурятия, Мариэла, Удмуртия, Ярославская, Владимирская и Калининградская области, значит, Элла Памфилова об этом рассказала, будет гарантирована максимальная открытость и доступность видеонаблюдения. До этого была новость о том, что в Бурятии приняли решение в один день голосовать, а не в три, что тоже люди так воспринимают хорошо, то, что минимизируют все это дело какие-то административные такие, административный ресурс, скажем так. Вот. Эта история тоже в ту же копилочку, да, как бы прозрачность, открытость и все остальное. Вот о чем это для тебя говорит? Или это просто опять наша такая инициатива? Нет, ну, знаешь, в прошлом году у нас были выборы в Госдуму, и у нас уже камеры везде на всех участках стояли, да, и мы это... Я была в вот этой вот медиагруппе, да, от общественной палаты, когда мы видели и реально наблюдали какие-то там подозрительные истории. Мы отматывали, у нас там, знаешь, это все не так просто, там стоят члены общественной палаты, там эксперты все там с криками спорят, смотрят, там все вот отматывают. Этот бедный оператор нам отмотает раз по 20 назад, мы все это просматривали. Это на самом деле, видимо, у людей азарт найти, найти. Правильно, приятно, что это чувствует, да. Да, да, да. А на самом деле, если все участки уже оборудованы камерами, и почему бы их не включить? Почему бы их не включить? Другое дело, что это не будет вот так. Онлайн-трансляция во весь интернет, да, то есть, если будет спорный момент, то тогда избирком может взять, грубо говоря, видеозапись, да, отмотать, посмотреть и принять какое-то решение. Они на самом деле сейчас на избирательных участках вообще боятся шелахнуться влево-вправо, они там под этими камерами уже адаптировались, что не надо совершать лишних движений, все снимается, все фиксируется. У всех нервы на пределе, мы знаем тяжелую историю прошлого года, да, когда у нас там председатель не выдержала нагрузки на одном из участков, и это на самом деле очень ответственная и такая морально тяжелая работа. Это избиратели могут прийти, пошуметь, уйти, отвечать головой и своей свободой, здоровьем, да, людям. Поэтому здесь от греха подальше, пусть камеры снимают, я сколько вот разговаривала, нет, пусть вот все снимают, все показывают, вот пустые столы, все, все прекрасно. Это в прошлом году у нас была такая потрясающая веселая история, там наблюдатель возмутилась действиями второго наблюдателя, что там дали что-то там с бюллетенем или еще что-то, не помню подробности. В общем, там такой скандал подняла одна наблюдатель, и совершенно случайно оказалось, что она наехала на наблюдателя своей же партии. Да, не помню какая из... Личественную неприязнь не испытывала. Какая-то из оппозиционных партий, не помню какая, но, в общем-то, может, да, да, может быть, но... Может быть, ошибаемся. Да, но они, в общем, они сами же это все замяли, всю эту историю поняли, что... Сглупили, да, были такие веселые моменты. А так, то я считаю, почему нет, камеры, если стоят, было бы подозрительным, если бы при наличии камер они бы не работали, да. Это было бы, конечно, тогда бы были другие вопросы. Оксана, не в курсе, вы в этом году в медиа-центр будет работать вот такой... Наблюдательный будет от общественной палаты, обязательно будет, да, наблюдательный. Ну, так же, как вот это было с большим экраном. Не уверена, еще не уверена, как бы мы еще не дошли до, скажем так, точки невозврата подготовки к выборам, да, по общественной палате. Но я знаю, что наблюдательный и, грубо говоря, дежурная группа, вот эта по выборам, она будет, она уже формируется, и будут также приниматься звонки по горячим линиям. Все точно так же, только, да, только один день вместо трех. Оксана Саженова, программа «Мнение». Еще одна новость от выборов главы Бурятии, которые 11 сентября у нас пройдут, значит, бурятский избирком, а нет, сайт бурятского регионального отделения КПРФ сообщил о том, что кандидат от коммунистов, депутат Народного курала Республики Виктор Малышенко преодолел муниципальный барьер. Да, да, вот этот муниципальный фильтр, да. Видимо, получилось как-то так тихо, да, без шума и пыли, как это часто у коммунистов бывает, что-то не получается. Здесь все это дело вот состоялось. Сейчас у нас четыре кандидата, Алексей Циденов от «Единой России», Семен Матхеев от «Новых людей», Сергей Дорош от ЛДПР, и вот Виктор Малышенко впервые участвует в выборах от КПРФ. Много было разговоров о том, что могут не допустить, могут не дать возможность собрать, ну, мы знаем эту схему, да, что партия у нас власти, как правило, контрольным пакетом здесь обладает, и, то есть, работает это так, что если она позволит там своим депутатам поддержать представителей другой партии, то все пройдет. Ну, вот сейчас, получается, как-то здесь все спокойно и тихо прошло. Даже Алексей, про Алексея Циденова, про его преодоление муниципального фильтра пока не слышно, да? Ну, во-первых, по муниципальному фильтру, когда он только-только появился, да, он взбодрил вообще всех участников выборов, потому что все кинулись, думали, что это так просто, оказалось, что это совсем непростая история, да? Когда люди начали сыпаться, во-первых, изначально до конца не разобравшись в его механизме, стали, опять же, обвинять, ну, себя же виноватым не назовешь, ты-то все правильно делаешь, да? Вот, это обязательно подножки там или еще что-то, но вот этот муниципальный фильтр, это, конечно, такой очень мелкий дуршлаг, и кто прошел, тот прям, это, знаешь, полоса препятствий, да, одно из первых таких испытаний. Это ты имеешь в виду представителей любой партии или человек, за исключением «Единой России»? Я не выделяю, я вообще про муниципальный фильтр и вообще про Россию, в принципе, вот, здесь, конечно, большое значение имеет качество штабных экспертов, да, там, юристов, это же работа команды, это же тоже не так просто, там, сел 200 закорючек наделал, да, и у тебя там все, там, каким-то образом это волшебным приняли, нет, работа идет, и просто ошибиться там достаточно легко. И когда он только-только появился этот фильтр, и предыдущие кандидаты, кто на нем напоролся, они сами говорили, что, ну да, это не такая простая история, и там неправильная закорючка, помарочка, еще что-то все вылетает сразу. И судись, ну, по суду, но все равно видно, что, объективно, по юридической же истории, она очень, вот, с одной стороны, такая, вот, ну, точная, да, есть чуть-чуть помарочка, там, грязным пальцем там мазнули, а все, уже нельзя. Говорят, что слишком уж придираются, когда надо кого-то снять, или, там, самого движенца зарубить, вот, бывает же такое. Говорят, конечно, говорят, говорят, у нас же такое свободное общество демократическое, каждый может говорить все, что хочет, да, мы с тобой не участвовали, не принимали и не видели, да, ну, я точно, ты, наверное, тоже, да, никогда не... Нет, я, когда, я сталкивался с этим, как подписант, то есть, ко мне пришли и попросили, и как вот нервничал человек и переживал, то есть, он как себя, как сапер он вел, на мной трясся над каждой буковкой, там, вот здесь ГЭС точкой поставки обязательно, вот, прям, паспортные данные, именно как в паспорте, там, до последней буквы, и я понял, что это очень такая ситуация. Да, 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 я и говорю, такой очень мелкий дуршлаг, ну, прошли, я думаю, что сейчас, по примеру, уже по опыту предыдущих лет и всех, все равно люди привыкают, да, это как к коробочкам пластиковым смусором, тоже уже политики привыкли, уже понимают, как это делать, уже есть опыт, как собирать эти подписи, как правильно их оформлять, юристы уже набили оскомину и уже прекрасно. Да, 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 оскомину, нет. Оскомину, хорошо. Прекрасно уже все знают, что нужно делать и как нужно правильно с этой системой вот этих вот фильтров работать, но это, он поэтому и называется фильтр. Ну, да, хотя многие его критикуют, говоря о том, что достаточно там участия в зарегистрированной партии, членства и все остальное, и партийной конференции. Конечно, есть такая история, да, но у нас, если убрать вот эту, вот эту геморрой вот с этими вот фильтрами, да, у нас будет намного больше кандидатов сразу же, а это такой все равно рычаг по регулированию численности кандидатов на, скажем так, в кандидаты, да, кандидатов в кандидаты, да, людей в кандидаты, даже тех, которые выдвигают партии. Ну, сейчас Бурятия вошла в число регионов с наименьшим числом кандидатов, везде практически больше, есть еще где столько же, меньше, по-моему, нигде нет, 4 человека. Как ты наш этот ассортимент оцениваешь? Не каждый готов из четырех букв сложить слово счастье, знаешь, не каждый решится, это не так просто на самом деле, и все уже понимают. Глядя на то, как в последние годы Бурятии достаются, достаются все вот эти вот плюшки федеральные, как это сложно выбивается, особенно сейчас, когда у нас впереди маячит там уже и в федеральных СМИ, да, прозвучало, что маячит и секвестирование бюджетов. Кто согласится на себя взвешивать вот это вот, это же просто нырять. Все равно ни разу эта очередь не иссякла, понимаешь, какие бы у нас кризисные 90-е, раз 90-е были, все равно власть не находится. Это, ну, как бы, понимаешь, это все равно власть, да, просто когда все легко и просто, когда сплошные победы, у которых матерей много, да, как известно, когда сплошные победы, тогда и желающих много, знаешь, понабежать на халяву. А когда тебе после выборов дадут не только власть, но и огромный чемодан вообще, не денег, а проблем, которые ты будешь разруливать и ответственности, да, от которой, как мы заметили в последние пять лет, очень сильно седеет голова у некоторых, это не каждый на себя возьмет и взвалит. И многие партии, многие партии заявляются на выборы просто, чтобы поддержать свой статус. Ну, это тоже уже естественно, да, что мы… Ну, партия для того и создана, чтобы в выборах участвовать. Да, с нами надо считаться, мы здесь как бы готовы, мы идем, мы как бы вроде бы это способны. Ну, это все, видишь, сейчас вот начнется предвыборная кампания, мы поймем, кто просто заявить о своей партии, что мы живы, все нормально, все хорошо, мы действуем, или те, кто действительно прямо хочет добиться желаемого кресла в республике. Ну, вот сколько у нас таких желающих добиться кресла реально? Так, в этом сейчас… Один или больше? Желающих? Вот желающих ноль, мне кажется, вообще. Потому что Алексей Самбучи тоже не желает? Вот прям вот что, вот прям хотелось именно, да. Я думаю, что у Алексея Самбуевича просто колоссальная ответственность. И за пять лет все дела, которые здесь были начаты, да, которые какие-то завершены, какие-то начаты, какие-то вообще маячат, и их нужно успеть схватить, да, чтобы республика их не упустила. Это просто колоссальная ответственность, которую надо вот дотянуть и надо к какому-то более логическому концу довести. Я не так давно вот с коллегами обсуждала то, что пять лет – это на самом деле такой маленький срок для… Хитрый срок. Пять лет для результатов он достаточно маленький. Но, как мы знаем, психологический вот этот возраст усталости – это семь лет, да. Вот это семь лет кризиса, там вот каждые семь лет человек переживает вот эти вот, да, усталости от какой-то обстановки. И поэтому это не семь лет, а пять. И если бы это было семь лет, к примеру, да, то вот как раз был бы такой вот период более-менее реальных дел, когда человек мог себя показать, там, идти дальше по карьерной лестнице, здесь и приходят другие, да. Но опять же мне коллеги говорят, а если он на второй год все завалит, пусть это будет два раза по четыре. Я говорю, ладно, все, сейчас мы с вами сделаем новую систему. Два раза по четыре – это тоже потрясающая, конечно, история. За пять лет не успевает, но по четыре. Ну, было по четыре, да, все же удлинилось. Да, да, да. И президента России у нас дольше стало шесть лет. Им надо после четырех лет, да, такое а-ля ЕГЭ, да. Все, вот как бы такая оценка эффективности. Эффективно все прошло, да, дальше продолжаешь. Кто будет оценивать его? Да, кто судьи, да, судьи кто. Выбор для этого, для оценки эффективности, по идее-то, не создан. Ну, у нас есть институты депутатов очень, они же тоже такие, у нас матерые, все такие умные, сильные, политические, заряженные, поэтому. Ну, это, конечно, все наша фантазия, система выборная есть, существует, и мы на данный момент ориентируемся на то, что диктует закон, конечно же, да. Партии идут, заявились все основные партии. Кроме справедливой России, за правду. А, ну да, да. Была основной, ну да, сейчас вот ее нету, вместо нее вот четвертые новые люди. Лично мое мнение, да, у нас вообще вся оппозиция как-то подсдулась, когда, скажем так, ушли из горизонта по разным причинам основные федеральные лидеры, да, вот как-то так и подстерлись. Ты имеешь в виду не системную оппозицию или системную оппозицию? Нет, я вот имею в виду основные партии, ты сейчас делишь там, это обычно КПРФ, ЛДПР, да, там СР, КПРФ тоже, ты давно видел, Зюганов? Ну, выступают периодично, я очень внимательно просто слежу за этими вещами. Тебе просто уже любопытно, как, и все, Владимир Жириновский ушла эпохой, мне кажется, сложным будет сейчас партия, она буквально обнулилась, все, на нем держалась. Сейчас вот поговаривают, я не знаю, насколько это близко к реальности, о том, что вот дочку, вне врага рожденную, Жириновского, значит, у нее фамилия там другая, двойная, не помню. Бастарды всегда были умнее. Вот ее поставят, значит, во главе партии вместо Слуцкого, который больше, как говорят, спонсор партии, чем такой мирорад. Видишь, уже началось, уже началось, почему на дочку обратили внимание, ну, потому что понимают, видимо, что нужна какая-то наследственность, не просто политическая, видимо, прямая, ну, не знаю, что хотят, может, вторую Сардану из нее вырастить, что вот, как новые люди, да, появились, стартанули, потом, опять же, это говорит о том, что от этих оппозиционных партий люди устали, почему у нас новые люди поднабрали приличное количество процентов, да, внезапно, на прошлогодних выборах. Устали люди, они уже не верят вообще вот этой оппозиции и идут, как бы ищут где-то какие-то новые опорные точки. И это совершенно естественный процесс, это там не какие-то интриги, это обычная эволюция, вот, политическая среди простых граждан. Среди цикл партии и все остальное. Да, 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 да. И здесь ничего удивительного. Для меня так больше вот на этих выборах все, кто заявлены, да, кроме, пожалуй, Алексея Самбуевича, почему кроме него, потому что, ну, у него работа такая, все, она, как бы, это уже не обсуждается, да, что он все равно обязан. Ну, хотя, по идее, он на выборах, он новый срок, он должен быть таким же участником этой выборной гонки без каких-то преференций. Все равно без преференций, но не на равных стартовых позициях, это понятно. И что говорить о других партиях, если, допустим, отодвинуть там Циденова, да, от этого, ну, сейчас вот, как бы, потому что как раз неравные стартовые, да, вот его отодвинем, возьмем вот эти вот оппозиционные партии. Это история о том, что заявиться, просто заявиться и просто сказать, что, ребята, мы тут живы, с нами все в порядке. И единственное, что вот новые люди с новыми амбициями, конечно, шагают, ну, новые лица, новые какие-то, новый подход, может быть, не знаю. Ну, по крайней мере, вряд ли кто, не буду, ладно, говорить это сейчас, начнут придираться. Заявочный характер. Но мне кажется, видишь, смотри, ты вот исключительно как бы нахождение у власти позитивно оцениваешь, да, вот ты посмотри в других странах, где конкуренция выборная, ну, скажем так, мягко посильнее. Там же оппозиция пользуется косяками, которые человек, там, находясь у власти, совершил там за 5 лет или еще за сколько? КПРФ, ЛДПРСР, они все годы пользовались, вот все годы, сколько я их помню, они все годы пользовались. Но сейчас как-то вот этих козырей не видно у них на руках, потому что они не спешат вытаскивать, или циденов у нас идеально. Да-ка потому что они их сами слили, понимаешь, они их сами слили, они эти косяки вытаскивают, а дальше-то ничего не делается. То есть, вытаскивают, называют их, и все, и движения никакого. Или там, может быть, договоренность где-то под ковром у бульдогов, что давайте мы вас сильно здесь ругать не будем, а вы нас куда-то допустите, например. Абсолютно не исключено, что на федеральном уровне именно так и есть, да, это мы с тобой опять же можем фантазировать. Нам же нравится такая история, да, она же классная, она хайповая, если ее назвать, то озвучить, да, то вполне, конечно, она тоже может быть живучей. Конечно, просто так нигде ничего в политике не делается. Чтобы знать наверняка, надо быть внутри этой системы и вот лично принимать в этом участие. Догадываться мы можем как угодно. И как бы что ни было, один вариант, второй вариант, да хоть чисто демократический, что на самом деле в Кремле сидят, господи, что они выдумывают. Каждый там по-своему живет и вот все, допустим, допустим это так. Да, и по итогу-то, как бы там ни было, все равно вот эти вот оппозиции, вот эти вот партии все годы, они вытаскивают проблему, трясут маракасами, собирают вот эти вот там митинги, хайпуют, исчезают. А реально это дела? Где? Вы хоть лавочку одну поставили во дворе? Ну, ставят, ну, что, все равно большие федеральные партии, деньги им приходят. Ну, справедливости ради, давай скажем, что некоторые законопроекты проходят, да, по инициативе, ну, так вы говорите о них ярче, а то бывает такое, что законопроект прошел, об этом заявила Единая Россия, что да, все сделали, подписали, а какая-то обиженная партия кричит, это же мы, а почему про нас ничего не сказали? Так вы говорите, вы заявляете, вы гремите об этом, молчат, а потом... Ну, коммунисты чаще всего об этом говорили, что когда мы такой законопроект выдвигали, единороссы его зарубили, а потом они написали свой точно такой же, его проголосовали и все, воспользовались нашей идеей, это тоже история была. Политика. Да, политика. Оксана Саженова, программа «Мнение». Оксан, что думаешь по поводу, ну, вот Виктора Малышенко, который, ну, наиболее реальным каким-то конкурентом плюс-минус выглядит, да, в оценках многих. Новое лицо, тоже с одной стороны в выборном контексте, да, с другой стороны лицо известное, да, лидер фракции коммунистической в Хурале, глава важного комитета Хуральского и уже, ну, второй секретарь, да, БРО КПРФ в Бурятии и так далее. Смотри, вот мы только что говорили о том, что партии трясут, да, схватывают какие-то оппозиционные истории, да, косяки находят, кричат, с барабанными маракасами в бубны бьют, да, и, а Малышенко, он никогда, он всегда внутри партии отличался тем, что он такой гаситель истории. Вот этих вот крупных шумных, он такой гаситель, да, какая бы у нас тут не выпрыгивала беда там с вот, вот с этими вот громкими событиями, да, Малышенко с протестами, акциями. Малышенко всегда был гаситель, и вдруг они выдвигают не того, кто там на передовую, да, вот с флагом, там, с броневика, нет, они ставят того, кто гасит. Зачем? Почему? Новая веха, люди устали от вот этих вот истерик внешних или что? Почему ставят, предлагают людям в качестве кандидата того человека, который, ну, никогда с броневика там не соскакивал, не кричал там, не был на передовую, скажем, такой, да, митинговой? Может, сейчас не время внутри, на внутренней арене для вот таких вот пассионариев отчаянных, когда у нас такая сложность, и мы тут чуть ли не со всем миром воюем? Сейчас у нас действительно очень сложная история, она и политически, и внутри, такая мобилизация вообще должна быть, да, но это разве единственная такая протестная история, которую оседлать можно? Конечно, конечно, нет, конечно, нет. И, а что, коммунисты у нас всегда прикрывались боевыми наградами и подвигами? Всегда в Бурятии коммунисты прикрывались боевыми подвигами, да, сейчас все так сразу раз и задвинулось. То есть, Малышенко, он, мне кажется, на самом деле, ты сказал, вот, наиболее реальный кандидат, а я не вижу в нем... Ну, я не вижу конкурент, конкурент. Ну, просто Семен Атхеев новое лицо, да? Да, Сергей Дорош, участник уже выборов, лицо заметное, но у него там было третье место в последних выборах, в Бурятии из трех, да. Да. Что касается новых людей, они вообще амбициозно заходят, как бы, да, и это их фишка. Новые люди, новое поколение, новые правила, новая оппозиция, новое движение и так далее, да, у них главное слово новое. Что касается Сергея Дороша, я вообще не помню, ну, было, наверное, выборы, в которых он не участвовал, он молодец, он добрый, он хороший. Больше него, по-моему, только, нет, по-моему, Бату Долай, серьезно больше, тот вообще, во всех выборах участвовал. Да, да, и вот что касается Малышенко, ну, это такой коммунистический какой-то компромисс, что ли, потому что, если они его... И с самими собой, с самими собой. Малышенко, мне кажется, для них это не самая главная история предвыборная, вот именно этот год. Мне кажется, для них важнее следующий год. И сейчас нужно поддержать свои какие-то... И поэтому, учитывая то, что никаких активных, вот активных действий мы не видим... Они еще, собственно, не зарегистрировались, да? Да никто не зарегистрировался, но тем не менее. Буквально в эти дни у нас, 15 июля мы записываемся... Но тем не менее, партийные вещи какие-то кто-то может выдвигать, да? Все равно там мозолить глаза людям и так далее. Нет, тишина полная. Я не думаю, что на следующий год все, там, извиняюсь, но вот там коммунисты встанут на броневик и начнут там о себе кричать. Да нет, на следующий же день. Да нет. Мне кажется, это их такая превьюшка перед следующим годом, и все. Ну, возможно, да. Оксана Сажинова, программа «Мнение». Давай вернемся к президенту России, который вот законов много наподписывал. И в том числе подписал закон, разрешающий генпрокурору лишать СМИ лицензий, если они распространяют или воспроизводят фейки. Кроме того, закон разрешая почему-то фейки, в кавычках, видимо, правда или что? Кроме того, закон разрешает запрещать работу иностранных медиа в случае недружественных действий или ограничений в отношении российских СМИ за рубежом. Ну, мы с тобой много раз эту тему обсуждали, что уже ни вздохнуть, ни вообще ничего другого сделать, СМИ сложно. И вот еще, да. Насколько это усложнит вашу работу? Нашу и вашу. И вашу, да, и нашу, и вашу. Первый вопрос – о суде кто? И второй вопрос – о что есть фейки? Потому что журналист, он не имеет доступа вот к стопроцентной какой-то информации, если ему не подтвердил эту информацию какое-то официальное лицо. Но у нас очень часто есть материалы, которые официальные лица отказываются подтверждать. И мы ищем в различных источниках, в том числе и анонимных источников, которые имеют право скрывать свои имена. Мы обязаны скрывать эти имена и их не раскрывать никому. И ищем различные документы, если они есть. А сейчас еще и документы у нас появляются поддельные. И тут что нам теперь осталось, экспертизы еще проводить. И, конечно, журналист всегда имеет шанс, огромный шанс нарваться на фейковую информацию. Если мы придаем значение фейкам широкое, если любая полуложь, полуправда какая-то, которая приходит к журналисту, она тоже, либо там какая-то накрученная информация, она приходит. Ее невозможно просто перепроверить, от нее придется просто полностью отказываться. А если в ней половина правды есть, и если это нужно показать органам власти, чтобы они обратили внимание на эту историю, сами в ней, зная свои вот эти вот все, они-то уже внутри своей системы, они все эти тайны, гостайны знают. И уже учитывая свои объемы информации, они могут разобраться. Если все не так, ну ладно, проехали, хорошо, разобрались, там комментарии дали. А если действительно так, просто вот любое вот это вот ужесточение, уже дальнейшее, оно зажимает СМИ настолько, что СМИ сейчас от много информации начинают отказываться. И власть думает хорошо, что СМИ об этом вот не лезут, не путают ничего, не привирают, не влезают, не выдают это, народ не пугают. К чему это приведет? Это приведет к тому, что сейчас какое-то поколение чиновников просто начнут этим пользоваться. И они сами себе поставят под ножку, они сами не будут видеть, они просто вслепую будут идти. Там уже начнется другая игра. Если в СМИ вышло, к этому могут подключиться и прокуратура, и МВД. Так если нет проблем, они проверят, и все. Да, да, это неприятно. Но, тем не менее, это все равно держат в узде. Ну, так это обязанность чиновников, собственно. Там это и дело. Самого разного уровня. А сейчас как будет? Если СМИ выйдут, это там что-то было полуправдой какой-то, да, допустим, где-то там какая-то ошибка в фактаже. Но не смогли, допустим, журналисты вот ее добыть, да, они же не могут писать по слухам, да, там, или еще как-то. Они не пишут, что это факт, а есть мнение, эксперты, еще что-то, да. И все. Если к этой информации привязать как фейковать, вы же распространили же, вы же сказали. Ну, и что, что мнение эксперта, вы же его рассказали. И сразу начнут закрывать и прихлапывать. Конечно, наверняка закон какие-то благие цели, да, преследует. То есть сейчас, например, в условиях специальной операции, да, сейчас просто вообще валится разная информация. Уже сколько было вскрыто этих фейков, что берут старые фотографии с каких-то войн вообще других стран, там, подписывают, что это современная история. Там, ну, огромное количество. И если смотреть одни СМИ против других, я имею в виду иностранные и отечественные, да, ну, российские СМИ, это две противоположные истории. Здесь в условиях военной операции, любой военной операции, войны, там, как ни назовите, это всегда так было. Это тоже война. Это тоже информационная война. То есть ей подчиняется все, кроме человеческого разума простых людей. Все подчиняется. И здесь просто насколько этот закон долго будет жить и что потом, после завершения специальной военной операции, что под него будет подпадать. Это тоже большой вопрос. Или отменяться не будет. Ну, сейчас там полный туман. Да, да, да. И что есть фейки? Это вот самое-самая большая, самый большой вопрос. Что вы называете фейком? Нет, я понимаю. Иностранное слово, причем, еще, да? Поэтому и в кавычках. Я понимаю, что фейк, если мы там выдадим, допустим, что у нас принимают сейчас закон о том, что каждый житель Бурятии должен платить, там, ренту, там, какую-нибудь поверхность. Или получать, наоборот, нефтяную. Да, 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 долю, да, долю, да, нефритовую долю, там, или еще что-то. Это, я понимаю, да, вот прям такая вот тупая такая наглая ложь, да. Это вот там фейк. Они же просто под шапкой этого закона, я совершенно четко понимаю, что могут придраться к любой информации в статье. А то, что мы вначале говорили, что с юридической точки зрения, с одной стороны, все очень четко понятно, да, тут уже как судьи будут это интерпретировать, да. И причем вот эта вот история с тем, что сейчас же не в ЕСПЧ никто не может уже обратиться, да. Это все очень, да, это все очень сильно замыкает и очень сильно будет история ориентироваться на решение конкретных, там, судей или конкретных историй. Ну, это все очень сложно. Меня напрягает, да, напрягает этот закон в том, что он должен бы как-то грамотно, что ли, использоваться. А это у нас такая очень рисковая история, потому что случаев, когда прям все очень грамотно используется, то мало-мало. — Оксана Сажинова, программа «Мнение». Оксана, за решение программы давай вот эту тему продолжим. СМИ номер один, сайт ваш есть, да, на сайте после 24 февраля появилась рубрика «Скорбим», где вы собирали все новости о погибших военнослужащих на Украине, да, из Бурятии. Ну, и, то есть, как бы вот эта вся история аккумулировалась с неделю назад или полтора, я не помню. Я обратил внимание, что она исчезла. Что произошло, почему убрали? Рубрика. — Где теперь эти новости? — Страница у нас действительно исчезла с сайта. Все новости, они по-прежнему есть на сайте. Все, которые публиковались, они, ну, они и собирались на этой странице, они публиковались-то на нашем сайте, но просто отдельно аккумулировались, да, отдельно аккумулировались, то есть, можно было зайти и быстро пролистать. Индивидуально, да, их можно найти по словам каким-то, ну, которые, как правило, да, ключевые есть в текстах по поисковику. Объясняю, почему мы убрали, да, у нас было очень много звонков и слезных, и просто вопросов. Дело в том, что у нас... — Я не спрашиваю, почему убрали тоже, да? — Да, да, да. Это, как бы, объясняется опять тем же, что это информационная безопасность и безопасность также самого СМИ, потому что списки погибших, они уже считаются засекреченными, то есть, это такая государственная тайна, это законом приравнено к государственной тайне. А у нас на этой страничке, когда ее открываешь, там вот они в ряд все погибшие были, да, там расставить циферки, и вот тебе список. То есть, тут такая вот коллизия, список это или не список. И подумав о том, что при необходимости какой-то или там при сложной ситуации судить с государством, доказывать, что это не список, а просто там сбор, да, но это лишнее. И публикуем мы по-прежнему, мы по-прежнему публикуем, ребята, мы по-прежнему скорбим, но в целях соблюдения законодательства нам пришлось эту страничку убрать. Ну, как бы, саму страничку. — Ну, саму рубрику, да, новости остались. — Да, новости остались, никуда они не делись. — Александр, каким образом вот эти новости, да, трагические, драматические, приходят на ваш сайт главным образом? То есть, ты иногда читаешь сообщения официальных органов, иногда ты считаешь, что сообщили СМИ родственники, там, супруга или как-то еще, братья-сестры погибшего. Вот как это? — Нам постоянно, вот каждый день приходят сообщения прямо от родственников. Прямо просят, напишите, пожалуйста, про нашего сына, про нашего брата. — Фотографии, да? — Да-да-да, фотографию, историю какую-то там из жизни короткую. Вот мы просим, просим, чтобы нам там разрешение на персональные данные, да, как бы писали. — Как-то вы проверяете эту историю? — Ну, я не думаю, знаешь, это очень сложно. Ты представь, да, там, горем убитая мать или жена, а я там должна, или журналист, да, их трясти, а вы докажите. Они просят, вы, пожалуйста, разместите, а вы докажите. Ну, это не очень этично, я считаю, и вряд ли кто будет спекулировать на этой истории. Поэтому, ну, по крайней мере, таких случаев не было. Был один, была одна такая история до случаев, когда разместили информацию о погибшем. Не мы, не мы, это не помню где, а человек там вышел из окружения, да. Это единственный момент, который напрягает. И тогда было принято решение у всех СМИ публиковать только, когда уже будет история с похоронами. То есть, похоронено или прощание. Поэтому у нас везде выходит завтра будет прощание или простились с военнослужащим, потому что не ставим сейчас новость, что там погиб, просто погиб, да. Либо простились, либо будет прощание. А мало ли, человек снова живет, да. Ну, конечно, конечно, в таких ситуациях всякого. Это очень-очень тонкая и максимально тонкая вот эта работа с точки зрения этики, с точки зрения этой истории, когда это личная трагедия семьи, да, ты в нее как бы вмешиваешься. У нас нет такого, что мы звоним, там, скажите нам, расскажите. Нет, никогда не лезем сами, я могу показать эти сообщения, приходят. Пишут нам в вайбер-мессенджеры очень много. И мы просто аккуратно просим, пожалуйста, пришлите фотографии, пришлите информацию. Они, возможно, берут где-то еще эту информацию и нам присылают. Возможно, с каких-то пабликов, чтобы не писать, присылают. И мы уже как бы размещаем. Были такие случаи, когда писали односельчане. Мы просили, чтобы хотя бы кто-то из родственников был. Ну, аккуратно просим. Вот, поэтому здесь все очень как-то и на личной ответственности, и этично. Это все равно очень сложно. И мы по-прежнему скорбим. Скорбим и не забываем. И будем продолжать публиковать, конечно. Ну, и, конечно, хотелось бы, чтобы публикации эти как можно скорее прекратились вообще. Это самое главное. Оксана, спасибо огромное. Директор еженедельника номер один Оксана Саженова принимал участие в программе «Мнение», вел передачу. Игорь Озеров, всего доброго. До свидания. До свидания.